Участник интеллектуальной телевизионной игры «Самый умный» в Орленке. Кирилл Серебряков из Челябинска получил путевку во Всероссийский детский центр за неоднократные победы в Олимпиадах, Всероссийских и областных конкурсах, а также активное участие в конкурсе «Ученик года». С юным бандургином встречалась и наша съемочная группа. Миссию Бор преобразил красоты, естественный уклад вернулся к нам. Сегодня я скажу, прими меня в свои объятия, на встречу я пойду к тебе весна. Писать стихи и читать книги – любимые занятия Кирилла. Тяга к знаниям и интерес ко всему окружающему появились у него еще в раннем детстве. Сейчас ему 14 лет, и он не раз становился победителем различных конкурсов и Олимпиад. Интеллектуальная активность привела его в Орленок. Я был довольно простым ребенком, особенно никогда не отличался. Если брать детский период, как, надо сказать, жил полноценной жизнью обычного ребенка. Просто интересовался, читал, познавал. Но еще это нигде не проявлялось, ни в каких Олимпиадах, ни в каких мероприятиях. Кирилл Серебряков из Челябинска. Однажды попробовал представить, что же там в океане, глубоко-глубоко, в тысячах метров от поверхности воды. И теперь он больше всего мечтает опуститься на дно Марианского желоба и проверить, правду ли, говорят ученые, что там могут жить гигантские монстры. Одно из самых главных достижений – участие Кирила в интеллектуальной телепередаче «Самый умный», где в ноябре прошлого года он представлял родной город Челябинск. С первой попытки он дошел до полуфинала. Победить в конкурсе у него не получилось. Но и пятое место он считает отличным показателем. Как говорят люди, победы закаляют, а истории вершат великие. И мне больше всего запоминается время, когда ты, загораясь этим азартом, пульсом игры, пульсом Олимпиады, ты чувствуешь, что пробуждается тебе некоторое такое чувство, некоторое существо, которое вершит в это время тобой. О, это будет весело! Так далеко от дома Кирилл впервые, и в этом он находит свои плюсы. Говорит, в общении с ребятами можно научиться чему-то новому и в то же время поделиться своими знаниями. Сразу видно, что это человек умный, образованный. Потом мы начали общаться, вообще оказался веселый, позитивный человек. Все люди уникальны, и у всех есть своя изюминка, поэтому любого человека можно назвать своим учителем. В творческом направлении, как постановки, как игра, театр, ему подсказывали все равно. А вот в интеллектуальных вопросах он всегда нам помогает, вообще во многом. К своим целям старается идти только своими силами, используя честные и открытые методы. Глубокими познаниями в философии и других науках он не раз удивлял и учителей, и родителей. Хочется попробовать себя во многих областях, чтобы видеть, где ты можешь быть посильнее, где нет, где можешь потренировать себя, развить себе какие-то качества, то есть создавать по крупинкам все стороны развитой личности. Саморазвитие и хороший ум нужен всегда, особенно в нашей жизни. Его жизнь наполнена бесконечными событиями. Говорит, даже на отдых времени не всегда хватает. А в Орленке и отдохнуть успел, друзей обрел и в конкурсах проявил активность. Он напствительный, хороший мальчик, везде участвует, всем помогает, вожат им, ко всем относится хорошо. Кирилл всегда придерживается трех жизненных позиций, выраженных в высказываниях великих людей. Выражение Кина Хаббарда, сатирика 20 века. Если вы ищете неприятности и не можете их найти, не отчаивайтесь. Выражение Эдисона. 1% гениальности и 99% пота. То есть, всего надо добиваться не лежа где-то и ожидая, что это придет в руки, а все-таки работать, добиваясь своим трудом и при этом получая от этого труда удовольствие. Ну, а третье – это выражение российского студенчества, выражение «учись». Надо учиться на протяжении всей своей жизни. Век живи, век учись. В будущем планируют написать книгу, поступить в университет, стать дипломатом или консулом. Говорит, чтобы добиться желаемого, необходимо все делать самостоятельно. А воля к победе и поддержка родных поможет добиться хорошего результата.